Сад Селин Бутаев, игрок Академии футбола Рамзан, как вы прокомментируете игру? Комментарии особо больше добавляют, то что сказал тренер не буду. Первый там вышли, не в свой футбол играли. Как он сказал, Роттер для нас это неудобный соперник. В прошлом сезоне тоже 1-1, 1-1, 2 матча сыграли. А так, в перерыве тренер не поругал, а наоборот сказал, что молодцы, а во втором так сказал, чтобы защитники подключались и все будет. Подключился, первый гол дальше пошло. Серию уже беспроигрышно довели до 7 матчей. Довольны, как ваша команда выступает в чемпионате? Ну да, конечно. Поправлю вас 8 матчей. 8? Да. Ну хорошо, пускай будет 8. Чем больше побед, тем лучше. Ну да. Ну удачи вам в дальнейшем. Вратарь команды Академии Роттер Олег Лисицын на поле не выходил, но наверное со стороны расскажет, как игра выглядела и как ваше состояние после травмы. Ну потихоньку восстанавливаюсь. Думаю, к следующему туру? Ну нет, наверное, ко второму, к следующему туру уже восстанавливаюсь, буду играть. А по игре? Ну мне кажется, ваш коллега длительную часть матча много выручал команду, я имею в виду Арсений. Да, много выручал. Молодец. Были ошибки, но в целом хороший матч провел. Первый тайм хорошо у нас получалось, играли вроде давили. Единственное, что не реализовывали свои моменты. Во втором тайме, после пропущенного, подсели немножко. Ну, болельщики тоже вот грозно подавили чуть-чуть на нас. Поэтому так, сыграли плохо. Ну, скорее всего, вам выздоровление на поле, чтобы была конкуренция в составе. Удачи. Как вам далась эта игра? Все-таки нелегко вы имели преимущество и только во втором тайме сумели реализовать, ну, множество голевых моментов? Ну, у нас с ротором всегда складывается игра тяжелая. В прошлом году были готовы. Первый тайм вроде мяч контролировали, но все монотонно, очень медленно, впереди не могли остроту создать. Во втором тайме объяснил, сказал, что так играть нельзя, нужно чуть-чуть прибавлять скорости, чуть агрессии. Это особенно касалось нападающего. Вроде средняя линия, задняя линия особо проблем не было. Единственное, контратаки опасные у команды соперников было. Так, в целом, вроде справлялись. Второй тайм, как и вы сказали, должен согласиться, более начали агрессивнее, быстрее уже начали играть и быстрее думать. За счет этого создавались моменты, после чего нам удалось забить три гола. Ну, все голы оказались красивыми, но хочу выделить первый забитый мяч Иваном Кашлатом. Вообще, это ваш лучший бомбардир и один из лучших в чемпионате. Что про него скажете и вообще про первый гол? Мы много работаем, особенно атаки через фланг. И в перерыве я вам сказал, что больше через фланг старались, чтобы защитники подключались. И нам удалось провести хороший атаку через фланг. И третий гол тоже, кстати, неплохой был. Насчет Вани, только, конечно, он свое дело делает, забивает голы. Гринадюрского телосложения, но такое голевое щитие у него отменное. Это преимущество у него, это качество есть, конечно, и чем он постоянно пользуется этим. Да, хотелось бы, чтобы больше взаимодействий были с опорным полуощитниками, с ними. Так, в целом, в острее он неплохо смотрелся, и надо его отметить, конечно. С победой вам, удачи! Дмитрий Хакимов, главный тренер команды Академии «Ротор». Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Добрый вечер. Специально отдавали инициативу команде соперника. У нас очень большие кадровые проблемы. И проблемы не только в кадрах, но и в психологии. Подали территорию соперника. Академия планировали отыграть низким блоком, использовать в контратаке и забиться. Но моменты были, забить не забили. До 60-й минуты второго игры я считаю, что справляюсь с работой, которая была, на которую я направлял их, в принципе, с перестроениями и со страховкой. Не всегда получалось выйти. Но, в целом, до 60-й минуты я, с учетом всех этих вот проблем, в принципе, доволен игрой. А дальше пропущенный гол, тоже будем разбирать, смотреть. Сейчас так сразу не хочу тоже отделять никого. И какие-то начались снова проблемы психологического плана. Что-то затряслись, забоялись. Не сказать, что бросили играть. Начались череды ошибок каких-то. Которые по итогу привели в такой счет. Мне кажется, вот это такое массированное давление соперника привело ко одной, ко второй ошибке. Где сперва вроде бы и вратарь выручил. А потом вот этот пропущенный мяч и, ну, может, я так надломил немного. Да, я согласен. Согласен 100%. Но, как бы, все, что я говорю, это не умоляю за слух соперников. Потому что они давление оказывали по ходу всего матча. И, как бы, ну, это трудно. Нам трудно было. В принципе, там где тонко, там и порвалось. И если бы соперников не оказывали, то ничего бы они не создали. Поэтому это победа и заслуга соперника. Это не заслуга соперника именно. А не то, что там проблемы, когда у нас есть с кадром, еще с чем. Это уже второй момент. Вы имеете в виду про Кадролиеву? Почему не играл? Ну, во-первых, и Кадролиев не играл. У нас Лесков, и Котельников, и вратарь у нас никак не может прийти в себя. И те люди, которые сейчас на лавочке сидели, не готовы до конца. И в поле, кто выходил, они все готовы. Поэтому тут хватает проблем. Ну, не отчаивайтесь. Спасибо.